Осенний призыв на срочную службу начался в России. 130 тысяч человек предлагает набрать в армию президент, подписавший соответствующий указ. Минобороны тем временем поспешило напомнить, что срочников отправлять на войну не будут, и планов по дополнительной мобилизации тоже нет. Вместе с тем, еще летом Госдума увеличила призывной возраст, но забирать на срочную службу мужчин в возрасте от 18 до 30 лет начнут только в следующем году. Зато с 1 октября этого года в России увеличились штрафы, связанные с призывом и мобилизацией. Штрафовать будут в том числе работодатели и руководство учебных заведений за отказ помогать военкоматам, рассказывает Иван Воронин. В соответствии с указом президента призыву на военную службу подлежат 130 тысяч человек. Отправлять срочников на фронт никто не будет, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил России. В генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооруженные силы располагают необходимое количество военнослужащих для проведения специальной военной операции. Во многом этом способствует твердая патриотическая позиция наших граждан, которые активно пополняют ряды защитников Отечества. Так называемую частичную мобилизацию якобы завершили еще в конце октября прошлого года. Правда, в делах, связанных с военной службой, суды продолжают ссылаться на период мобилизации как отягчающее обстоятельство. Ведь в Кремле так и не подписали указ о ее мобилизации завершении. Впрочем, необходимости в мобилизации там все равно не видят. Люди приходят в военкоматы и подписывают контракт. 270 тысяч человек. И больше того, у нас этот процесс продолжается. Ежедневно тысячи-тысячи пятьсот человек приходят для подписания контракта. Ежедневно. Мужики наши, мужчины российские, понимая, что их ожидают, понимая, что они могут жизнь отдать за Родину, получить тяжелое ранение, все равно на это идут. Мобилизации нет, планов на нее нет, но в Госдуме на всякий случай еще летом придумали штраф за неоказание помощи военкоматам в их работе при объявлении мобилизации. Это новая статья Кодекса об административных правонарушениях, вступившая в силу с началом осеннего призыма. Она коснется в первую очередь работодателей, стремившихся не допустить мобилизации своих сотрудников. От 60 до 80 тысяч рублей для должностных лиц, от 400 тысяч до полумиллиона для компаний. Ужесточили наказание и для уклонистов. Неявка военкомат без уважительных причин обойдется в сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Не сообщение военкомату об изменении семейного положения, место учебы, работы, места жительства от 1000 до 5000. Сокрытие информации о выезде из страны более чем на полгода от 5 до 15 тысяч рублей. Отъезд на срок более трех месяцев с места жительства или пребывания в период призыва от 10 до 20 тысяч рублей. Как это будет работать на практике, непонятно. Кстати, давно обновляли данные в военкомате. Обещанный единый и электронный реестр воинского учета в полную силу заработает в 2025 году, прогнозируют в Минцифры. В этот призыв реестр должен заработать, цитирую, в одном-двух регионах России, где именно не уточняется. Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачашникова. На видеосвязи с нашей студией юрист, сотрудничающий с 1-м отделом Максима Леничев и секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. Валентин Дмитриевна, здравствуйте. Какие новости? Штатно ли проходит осенний призыв 2023 года? Слишком мало времени прошло для того, чтобы понимать, как он проходит. Но призыв у нас проходит всегда с нарушениями. Так было и в советское время, так было и в российское время. А сейчас тем более, поскольку военкоматы сейчас совершенно в таком состоянии постоянного напряжения из-за того, что нужно делать какие-то работы для единого электронного реестра, для того, что нужно получать документы от работодателей, с чем совершенно военкоматы не справляются. Я думаю, что нарушений будет много, как всегда. И самое такое большое, серьезное нарушение – это по медицине. Вот как раз хотела я вас об этом спросить. В военно-врачебных комиссиях очень много жаловались мобилизованных и родственникам, мобилизованных на эти самые военно-врачебные комиссии. А что с призывниками? Действительно ли в последние полтора-два года российские военно-врачебные комиссии практикуют завышение категории годности и отправляют в армию людей, которые должны оставаться на гражданке? Или присваивают им категорию, которая впоследствии может их позволить привлечь по мобилизации, хотя они вообще-то должны вот так сидеть и оставаться тоже на гражданской службе? Во-первых, это не военно-врачебные комиссии. Это медицинские комиссии по освидетельствованию призывников. Они всегда не видят документов медицинских, которые им предоставляет сам призывник. Они всегда не видят на нем глазом заметных нарушений. Это могут быть шрамы большие, это может быть плохая осанка, это может быть так называемый витилиго, такие белые пятна на коже. Они просто этого не видят. Глазки закрыли, и все у них годны. Это тоже стандартно. К сожалению, сейчас Главное управление военно-врачебной экспертизы как-то устранено от контроля за качеством работы комиссии по медицинскому освидетельствованию. По поводу мобилизованных. Им комиссию вообще медицинскую не проводили. Как это получилось? Что там случилось? Потому что комиссия все равно медицинская у них должна была быть такая же, как у призывников. Но ни один из тех, кто попал в воинские части, мобилизованный, ни один, обратившийся к нам, не сказал, что у них была медицинская комиссия. Это какое-то тотальное нарушение. Поэтому сейчас мы рекомендуем тем, кто находится в запасе, ну и кто может быть мобилизован, постараться свои медицинские документы под расписку в личное дело в военкоматы принести, чтобы там хотя бы была информация и можно было на это ссылаться. А призывникам, соответственно, тщательнее готовиться к призывам и собирать все-все-все бумажки, обходить огромное количество врачей? Или это бессмысленно, потому что все равно посмотрят на медкомиссии в военкомате и скажут все в порядке, до свидания, ну и вперед служить России? С призывниками наша методика не изменилась. Мы считаем, что каждый должен подготовиться, написать заявление, в котором перечислить свои заболевания, свой анамнез, истории, диагнозы, статьи, расписание болезни указать и категорию, которая у них должна быть, приложить копии документов и отдать под расписку в канцелярию военкомата такой вот, значит, вот папочку такую с бумагами. Это надо было делать еще до объявления призыва. Ну почему? Какая разница? Канцелярия работает, личные дела у них должны быть, кстати, в оперативном где-то, в оперативном месте лежать. Самое главное потом проверить, вшили ли они эти документы в личное дело. А как это проверить? Ну, во-первых, можно, конечно, прийти к военному комиссару в тот день, когда у него прием по личным вопросам и сказать, товарищ полковник, я тут подавал заявление, вот расписка, значит, пожалуйста, давайте попросите, чтобы принесли мое личное дело, чтобы проверили, подширили. Можно кому-то дать доверенность. И человек по доверенности тоже по личным вопросам на прием придет к военкома, говорит, я доверенное лицо, вот такой-то тут все сдавал, вот у нас есть подтверждение. Без этого, без того, что документы в личном деле, вообще бессмысленно разговаривать. Никто не слушает, никто не видит. А тут, по крайней мере, человек свою часть работы сделал. Он информацию принес, он заставил их вшить личное дело. Ну и потом каждому врачу он может тоже показывать. Вот документы, вот они в личном деле, откройте страничку, посмотрите. Многие сейчас стараются лишний раз вообще не появляться в военкомате, не отсвечивать, как говорится, чтобы чего не вышло. Это нормальная тактика? Это тактика страусиная. Вот это вот история, когда люди боятся бумажки, повестки, и когда они сидят до последнего, пока за ними не придут полицейские с пилой-болгаркой, вот это совершенно неправильно. Сам боишься или тебе некогда, ну дай доверенность кому-то. Есть жена умная, дай жене. Есть мать умная, дай матери. Есть друг умный, дай другу. Какая разница? Приходит человек и делает то, что нужно. Он доносит информацию в полном объеме до личного дела. И может даже рассказать об этом военком. Спасибо, Валентина Дмитриевна. Я бы хотела переключиться на юриста, сотрудничающего с первым отделом, Максима Оленичева. Подскажите, пожалуйста, вот из тех нововведений, которые подготовили законодатели к осеннему призу в 2023 году, я имею в виду штрафы, какие на себя обращают особенное внимание? Ну понятно, что там все заметно выросло, но с вашей точки зрения, что станет особенным таким пугалом для так называемых уклонистов или людей, которые должны сочувствовать военкоматам? На самом деле власти пытаются запугать призывников и тех лиц, кого могут мобилизовать на военную службу. Поэтому они, конечно, стараются увеличивать штрафы. С 1 октября этого года увеличили штрафы за неявку по повестке до 30 тысяч рублей. До 1 октября такие штрафы составляли от 500 до 3000 рублей. И военкоматы, поскольку у них не было сил заниматься делами об административных правонарушениях, составлять протоколы, накладывать эти штрафы, то, по сути, те, кто не являлись по повесткам в этом году до 1 октября и в прошлом году, по сути, ни на кого эти штрафы не накладывали. Но сейчас власти пытаются именно за счет размера напугать людей с тем, чтобы все-таки они приходили по повесткам и военкомат, когда он их вызывает. Но здесь, мне кажется, что нужно несколько моментов учитывать при решении вопроса о том, являться или нет. Как было сказано уже абсолютно верно, на мой взгляд, если есть необходимость коммуникации с военкоматом, то лучше, конечно, по доверенности через представителя коммуницировать с военкоматом. Это касается и снятия с военского учета, если человек уезжает за пробеж, и представления документов в личное дело о состоянии здоровья либо о других основаниях для отсрочек. То есть можно выдать нотариальную доверенность, и спокойно представитель эти все документы может зарегистрировать. Никаких проблем с этим нет. Но то, что касается личной явки, здесь нужно, мне кажется, оценивать несколько факторов. Первое о том, что с 1 октября по 31 декабря у нас идет, конечно, призывная кампания. И те люди, которым в возрасте находятся от 18 до 27 лет, не имеют никаких оснований для отсрочек, их могут призвать вооруженные силы. И в этом факте нужно для себя индивидуально принимать какое-то решение, являться либо не являться. Да, тем более, что в России время от времени, да и практикуют так называемый призыв одним днем. Это нарушение, это неправильно, но каждый раз можно и весенний, и осенний призыв слышать в таких историях. Да, очень с вами соглашусь, потому что каждый раз эти случаи происходят. Но здесь нужно смотреть еще на другие факторы. Допустим, о том, что частично мобилизация, которая была объявлена больше года назад, она до сих пор не завершена. Мы все об этом говорим. И по сути у государства есть инструменты для того, чтобы явившихся военкомат лиц, которые не подлежат призыву на срочную военную службу, то есть в этом году в возрасте до 27 лет, они не подлежат призыву по мобилизации. Но старше 27 лет могут подлежать призыву на мобилизацию при отсутствии оснований для отсрочек. И в этом случае, если такие люди являются военкомат, есть шансы, что политика государства вновь станет активной по призыву по мобилизации и могут призвать одним днем. На текущий момент, конечно, никого не хватает на улице для того, чтобы отправить вооруженные силы, как это было год назад. Сейчас власти избрали другие стратегии для того, чтобы пополнять вооруженные силы. В первую очередь, это заключение контракта на прохождение военной службы с достаточно большим денежным довольствием. Но эта ситуация может в любой момент измениться, потому что власти создали такую нормативную базу, когда они могут прямо сейчас начать вновь активную призывную кампанию по мобилизации. Этот риск существует, и его нужно постоянно оценивать при решении вопроса о том, являться или не являться военкомат, если не подлежат люди призыву на срочную службу, но подлежат призыву по мобилизации. В общем, лучше запастись доверенностью и оставить ее на руках у кого-то из людей, которым вы доверяете. Самый лучший вариант, как коммуницировать с военкоматом. Потому что лично, во-первых, за неявку по повестке действительно военкомат может оштрафовать до 30 тысяч рублей. Это уже не штраф, там 500 или 3000 рублей, это более существенная сумма. И если есть уважительные причины для неявки по повестке, о них нужно сообщить, и тогда никакого штрафа не будет. Это либо болезнь, либо смерть близких родственников, ну, другие объективные причины, которые не позволяют прибыть в военкомат по повестке. Но предварительно, если действительно есть негативное состояние здоровья, которое можно квалифицировать как основание для категории D, когда не призывают ни по мобилизации, ни на срочную военную службу, или для призывников для категории В, когда не призывают на срочную военную службу, конечно, такие медицинские документы нужно подавать. Здесь тоже есть нюансы, как всегда. Дело в том, что по положению военно-врачебной экспертизы, комиссии, которые проводят освидетельствование призывников, они, располагаясь сведениями о состоянии здоровья, могут направить в государственное, либо муниципальное учреждение здравоохранения для подтверждения диагноза. И справки, которые принесет, допустим, призывник, то военкомат может их не принять во внимание на 100%. То есть у специалистов могут возникнуть вопросы о необходимости переосвидетельствования. Но если человек все равно подозревает, что есть какое-то заболевание, моя рекомендация освидетельствоваться даже в частной медицине, получить заключение, эти документы отдать в личное дело призывника. И когда, если вдруг наступит тот день, когда нужно будет проходить медицинское освидетельствование, настаивать на том, что есть такой диагноз, и если требуется, направить на переосвидетельствование в государственное или муниципальное учреждение здравоохранения. Но здесь еще такой момент, что власти создали так военное законодательство, то есть оно постоянно у нас военизируется, но понятно, почему идет война в Украине. В этой ситуации власти, когда призывают призывников на срочную военную службу, они могут предложить добровольно заключить контракт на военную службу. Если призывники заключают такой контракт, то до окончания мобилизации, она у нас пока не заканчивается, они не смогут отказаться от прохождения военной службы. То есть дембеля у них не будет, да? Вот если у них, когда придет новый приказ от президента, у тех призывников, которые во время срочной службы заключили контракт, они так и останутся, пока не закончится эта самая специальная военная операция в соответствии с новым вот этим законодательством. Пока их нет. Абсолютно верно. А те, кто не заключает такой контракт, они проходят срок военной службы и после этого увольняются. У нас сейчас был недавно указ президента о том, чтобы уволить со срочной военной службы тех призывников, тех, кого призвали на срочную военную службу, у кого истек срок. А те, кто заключает контракт, это до конца войны, к сожалению. Понятно, да. Спасибо большое, Максим. Оставайтесь с нами. Валентине Дмитриевне хочу задать как раз вопрос, связанный вот с этими контрактами. Некоторое время назад, вот только после самого начала так называемой специальной военной операции, когда вдруг внезапно выяснилось, что оказывается туда и срочников отправили, появилось множество сообщений о том, что срочников якобы заставляли писать задним числом подписывать контракты на военную службу. Потом просто появились сообщения о том, что срочников уже через полгода им в частях настоятельно предлагают заключить контракты. Понятно, как эта ситуация изменилась после весеннего призыва. Все-таки оставили срочников в покое или они пополняют число контрактников? Вот по сведениям Союзов комитета солдатских матерей, что говорят у вас? Ну, солдат по призыву прислуют для подписания контракта с 1996 года, когда эта история появилась. Ничего тут нового нету. Это зависит от воинской части, это зависит от совести замкомандира по военно-политической работе. И, конечно, это зависит от морального состояния самих солдат по призыву. Если человек не собирается идти по контракту, значит, он должен сказать, что нет, у меня план пройти службу по призыву и дальше вернуться домой, и у меня там есть другие дела. Если очень сильно прессуют, мы рекомендуем настойчиво обращаться к военному прокурору гарнизона. Потому что контракт все равно добровольное дело. Если человеку угрожают, если человека унижают, если там еще какие-то эксцессы исполнителей, как говорят юристы, значит, надо жаловаться военному прокурору. И главное не бояться, потому что самая неприятная, стандартная ситуация. Звонят родители, вот сын по призыву, его там заставляют, его там доводят. Что делать? Я говорю, ну что, вот телефон военного прокурора, звони, пиши. А не будет ли хуже? Не звонят и не пишут. Парня запрессовали, он подписал контракт, уехал в зону боевых действий и не вернулся. Ну, между чем и чем мы выбираем? Чего прокуроры-то боятся военного? Спасибо, Валентина Дмитриевна Мельникова, секретарь Союза комитетов солдатских матерей, была на связи с программой «Человек имеет право». Я переключаюсь на Максима Оленичева. Максим, подскажите, пожалуйста, а заработала ли эта система хоть где-то, хоть в одном регионе, повестка через госуслуги, которые всех очень напугали, помнится, весной, когда сказали, что теперь совершенно не обязательно будет получать бумажную повестку для того, чтобы считаться призванным на военную службу или по мобилизации? По тем отзывам, по той практике, которую мы наблюдаем, пока эта система не заработала. Дело в том, что весенние поправки, они, конечно, делали очень много шума, и при этом достаточно обоснованные существуют угрозы по поводу увеличения интенсивности и призыва на военную службу. Дело в том, что эти поправки о чем говорят? О том, что помимо бумажных повесток могут направляться электронные повестки. Закон говорит о том, что они должны быть увязаны с электронными реестрами, реестром военнообязанных и реестром обрученных и направленных повесток. Если сведения в этом реестре обрученных повесток появляются, то, собственно говоря, с этого момента призывникам на срочную службу запрещается выезд за пределы к Российской Федерации, а всем остальным, если они не явятся в течение 20 дней, ну и призывникам в том числе, если в течение 20 дней не явятся по повестке, запрещается еще несколько моментов, связанные с получением кредитов, займов, ипотек, регистрации индивидуального, качество индивидуального предпринимателя, ну и так далее, регистрация индивидуальности, переход права на транспортное средство. И есть последняя статья в этом весеннем законе о порядке введения в действие этих новых поправок. И в ней указано о том, что никаким образом, даже если реестры не созданы, то власти уже вправе направлять электронные повестки. И по тем правилам, которые существуют. И технически все в Российской Федерации подготовлено для того, чтобы направить электронную повестку. И если электронная повестка будет вручена или считаться врученной, потому что ее могут загрузить в информационную систему, и тогда она будет считаться врученной, то с этого момента, в принципе, могут возникать все эти ограничения. Но на практике власти сейчас пока что не активировали эту систему. Я думаю, что здесь две основных причины. Первая причина связана с тем, что Министерство обороны было одной из последних российских ведомств, которая существовала за счет бумажного документа оборота. И за такой короткий период они просто не в силах перевести все в электронный учет. То есть сейчас они пытаются это делать, но получается не очень хорошо. Вторая история связана с тем, что если все-таки власти начнут использовать вот эти репрессивные инструменты в отношении людей, которые не будут являться по повесткам, запрещая для призывников, допустим, выезд за пределы Российской Федерации, а для всех остальных другие ограничения вводя, то будет, конечно, расшатываться несколько ситуаций, потому что в любом случае в марте будут президентские выборы. Понятно, каким образом они, скорее всего, закончатся. Но, как я понимаю, для власти очень важно все-таки получить какую-то легитимизацию своих действий и лишний раз создавать проблемы в обществе. Видимо, они пока что не готовы. Поэтому я думаю, что в текущем этапе, скорее всего, Минобороны и подчиненные ему организации будут дальше создавать эти электронные реестры. Но ничто не мешает запустить электронные повестки прямо сейчас, но пока что власти такое решение не привели. Максим Оленичев, юрист, сотрудничающий с первым отделом, был на связи с программой «Человек имеет право».